Мы бедные овечки, просите несчастных овечек Ну что, дорогие друзья, всем привет! Это новая серия, и в предыдущей серии мы таки доказали нашим любимым комментаторам, что деньги на автомобили с Армении можно заработать. Теперь они, видите, не бегают, а мирно пасутся, потому что понимают, что схема рабочая. И в этой серии мы хотим вам показать еще больше того, что нам, во-первых, приедет, что мы купим здесь, и сколько же мы на этом заработаем. Всем приятного просмотра, погнали! Не получается? Вот это движение. Это модель 2010. Интересно слушать, ребят? Да, говорят им интересно. Ребят, что лучше, Mercedes или BMW? Боему, BMW. Да, я тоже слышал BMW там. Там Mercedes тут сильно крикнул. BMW! Я его BMW! Но начнем мы наше повествование в этой серии с того, что на таможне в Гюмри, уже известное вам место, приехали нового автомобиля, который мы заказали в Штатах. А мы приехали для того, чтобы вскрыть контейнеры. К нам приехало рекордное количество автомобилей. Два. Просто завтра приедет еще два. Обещали сегодня четыре. Но нет, к сожалению, только два автомобиля. Вы просили, вы говорили, где контейнеры, даешь контейнеры. Где эта загадка? Что же мы заказали? Мы здесь сейчас будем открывать. Мы здесь не одни. С нами еще наши друзья. Прошу принять их тепло. Это не какие-то левые люди. Это вот у нас одна большая компания друзей. Стаса Зовем. Игорь Славик. Я и Марат. Вот. Поскольку мы тут уже не в первый раз, мы уже более опытные. Поэтому мы сейчас будем гулять и не смотреть на автомобили, а попробовать угадывать их цену. Потому что у Стаса есть волшебный телефон. Он будет пробивать номер лота автомобиля. А мы будем угадывать, сколько он стоит. У кого меньше всего баллов будет, тот и проиграл, тот будет сегодня за ужин платить. Поехали. Мальчик, мальчик, иди сюда. Короче, Kia Sportage. Первый автомобиль. Хм... Воду. Нормально так. 8,5. 9,500. 7,200. На 10, наруже. Я ставлю 7,037. А я блин всех был. Я блин всех был. Ну давай на 1 балл. Идем дальше. А у нас кто выигрывает, тот платит за 1 балл. Да, да, кто выигрывает. Этот автомобиль был куплен за 513,000 рублей. И сейчас все такие просто в голову взрываются, потому что у нас они стоят там несколько миллионов. Кюнде, лантре, красный цвет, 18 год. И она, похоже, у кого-то сбила. 3,000. 5. 4,300. 5. 4,800. 4,100. 100 ближе? Да. Ваши ставки, господа. Глаз мой рад. Третий экземпляр в нашей рубрике. Toyota Camry. 19-го года. 2,4. Я 8. 8,9. Я ставлю 5,000. 6,100. 8,4. Извиняюсь. Если в рублях, этот автомобиль стоил 613,000 рублей. Camry, 19-го года, 2,5 мотоц. Это Optima? Да. Так. Год. 19-й. 5. 100. 6200, наверное. 6500. 5700. 4750. Походу, я сегодня за ужин плачу. Optima, 19-го года, только не сойдите с ума, пожалуйста. 346,000 рублей. Причем мы идем, все эти машины, они в ряд стоят. И эти цены, они не выдуманы. Мы прям пробиваем машины, видим, сколько была финальная ставка на аукционе. Mitsubishi Outlander, 17-й год. 7600. Давай, 8. Пусть будет 800. 10200. 4700. О, ничего себе. Она была, вообще цена, практически. 343,000 рублей. Outlander. 300,000 рублей. Алло. Там вообще, что ли, машины вообще ничего не стоят? Я вообще не понимаю, как это работает. За сущие копейки. ВХ. Четверка, гран-купе. Я купил машину заграничную. На границе. Ну, давай начнем к 4500, наверное. Утопленник, я думаю, 5. Эээ, 6. Я думаю, что из-за того, что BMW европеец поставлю чуть дороже, будет 6200. 5700. Я прежа. Пойдем к лету. 6, я сказал. Я не буду за ужин платить. 416 тысяч рублей. Наш контейнер. Все, рубрика заканчивается. Идем открывать контейнеры. Автомобиль, который вы только что увидели. Это суперредкий Jeep Wrangler Rubicon версии Gladiator. Все началось в 1947 году с Биллис Оверленд. В 1962 появилась впервые в истории Jeep упоминания Gladiator. И это долгожданная версия пикап Jeep Wrangler. Выглядит так, как будто Run and Drive, да? Когда ты покупаешь машину, есть такая плашка Run and Drive. Значит, что автомобиль типа на ходу. У нас, в принципе, вот подходит под эту плашку, когда покупали. Не знаю, какое-то, блядь, ожидание, реальность. Вот здесь вот, сейчас, здесь вот чуть-чуть по пластику тоже есть. Как обычно, рабочая сторона. Она у нас вот здесь. И непосредственно удар, скорее всего, был вот с этой стороны. Вот здесь все замято, здесь замято. Ну и колесо вот это вот у нас уже тоже на выброс. А, вот еще колесный диск поцарапался. И, в принципе, это визуально пока все повреждения, которые есть у этого автомобиля. Раз подушечка, два подушечка, три подушечка. У нас лебедка в комплекте. У меня примерно такой же пульт был, когда играл в этот, видеоигры на джойстиках. О, у нас еще какие-то приборы есть, типа для света дополнительного кнопки. Слушай, по салончику он такой прям, ну, неплохой, не зажуханный, никакой вообще. То есть прям вот хороший Робикон. Вот интересно мне, почему выстрелили подушки, потому что удар везде, он не сильный. Слабенький-слабенький такой буквально. Это пипец, что за тачка. Скажите, вы когда-нибудь видели такой джип-рейлер Робикон? Просто зацените, какой он длинный. Блин, практически как у моей тундры, очень длинная тачка. Хотя она намного меньше. И гап, не коротыш, не длинный, а пикап. А вы знаете, как я люблю пикапы. Очень сильно. Стасенька, пару слов можно? Тебе зрители сегодня не видели вообще практически. Слухаю. Это мой друг, ну, серьезно, мы с ним с детства. С вами угремый Стас. Это Феррари среди джипов. Цвет вот этот красный, как он называется? Как-то он там. Монако Рэд. Не Тестерос, а как-то он тоже какое-то слово модное, итальянское такое. Монако Рэд. Короче... Короче, мы динь. Ты снимай, да? Делай под съемку. Первый запуск. Тормоз. И понеслась. Поздравляю! Поздравляю! Погоди. Показал. Где фокус-то? Зрители ждут. Фокус? Ну. Сосочная терапия. Давай. Однажды эти соски могут спасти тебе жизнь. Вот наш дополнительный свет. Раз. Вот два. Вот эти вот квадратики. Лебедос работает. Для меня, по крайней мере, загадка, почему выстрелили подушки у этого автомобиля. Потому что, если весь демок у нас идет по этой стороне, вот здесь, вот здесь, так это правда. Почему подушки? Скорее всего, датчик. Что в правильном виде, там можно здесь, где-то будет работать. И датчик сработал, а подушки выстрелили. То есть, посреди насчет криминального. Еще одна. Погнали за второй! Но в этом контейнере есть еще второй наш автомобиль. Я его пока не вижу. Там, знаешь, там в контейнере такая темнота. Я просто вижу жопу погрузчика и все. Тем интереснее. Вот тут сердце так стучит. Тук-тук-тук-тук-тук-тук-тук-тук-тук-тук. Он стоит неудобно, да? Не получается? Получается. Просто тяжелый. А, тяжелый. Ребята уже отстегнули тачку. Марат, нам туда нельзя по стариночке. Залетай, быстро снимай, пока тебя не выгнали. И это наша следующая тачка. А, тяжелый. Смотри, красота. Подарки с Америки. Слово. А дядя Сэма. Морду разобрали. Все части сложили в багажник. То есть, по сути, все, что вы здесь видите, это не все. Там какое-то тотальное повреждение. Например, вот суппорт есть, а тормозного диска нет. Кулака нет. Все лежит там. Все это есть. Что-то повреждено, что-то нет. Но у тачки был совершенно небольшой удар. Также, за сколько мы купили этот автомобиль, сколько он встанет, узнаем позже. Оригинальная. Ты его из дворника забрал? Да, да. 100 рублей? Марат, вот тебе зарплата. Ого, держи. Это за несколько месяцев вперед? Нет, это за полгода. Костян, гуляем. Ладно, давай мы тут рассмотрим. В зарплату ходишь, да? Хвастаюсь. Ну вот мозг. Вот мозг. А где мозг? Вот мозг. Вот мозг. Ну а дочку где? Там нет. У кого? У слива. Это ты сейчас про кого? Слышал он тебя. В ролике посмотрю. А что, я же лимон, он тогда слива. Все. Смотри, какая у нас комплектуха. Смотрите, что есть. Знаешь, что это? Домофон такой. Это кодовый замок на машину. Код ввел, она у тебя открылась. Понял? Американская тема. Марат, вот тебе две зарплаты. На год вперед. Обалдеть. Обалдеть. Верни. 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 О, нифига, мы богаты. Нам кэшбэк пришел. Э, это зарплата Марата. Зарплату Марата. Он пришел и ушел, блядь. Кто, кэшбэк? Корову летит. Где? А вот если бы вы пользовались Тинькофф банком, кэшбэк у вас никто бы не отобрал. Кстати, Тинькофф банки в желтой кофте не просто так. И в руках у меня карточка Тинькофф Блэк. Это выгодная дебетовая карта с кэшбэком и ежемесячным доходом на остаток. И сразу о главном. Сейчас очень внимательно послушайте, что я вам скажу. Если прямо сейчас оформить эту карточку по ссылке в описании, то у вас будет бесплатное обслуживание этой карты навсегда. Ну, надо брать. Коротко о преимуществах этой карты. До 15% кэшбэка на 4 выбранные категории трат, которые вы можете выбирать каждый месяц. До 30% кэшбэка за покупки у партнеров. Будьте внимательны, список предложений постоянно обновляется. Кэшбэк приходит настоящими рублями, а не бонусами. И очень удобно, что до 7% годовых возвращается вам обратно на остаток по карте. Доступны бесплатные переводы с карты на карту и по номеру телефона. Налично можно снимать также в банкоматах бесплатно. Как же хорошо! Так что, дорогой друг, скорее переходи по ссылке в описании, оформляй дебетовую карточку Тик оф Блэк и получи бесплатное обслуживание. Ты уже все услышал? Тебе нужно всего лишь перейти по ссылке в описании, оформить карту и ни за что не платить. Ну, в смысле, карты платить, а за обслуживание не надо. Все максимально просто. Успевай! Так что это за монетки? Это американские какие-то? Конечно, это у меня 1 цент. Ну, дай посмотреть. А чё ты думаешь сейчас? 1 доллар, ну. А вот это? А чё, какая не 2 доллара? Скоро я за эти деньги могу машину купить. Ты цыган, давай сюда. А чё? Обыч нет. Да нет больше. Вот даже вот так потрясу. Всё, у тебя капот, ка брюху, блин. Я на тебя управу найду, блин. Тачка работает, двигатель запустили, всё хорошо. У нас вот здесь вот в ногах подушка взорвалась. У нас вот здесь нету одной пластмасочки, которая закрывает это всё. Пробег у машины 15 тысяч миль. Естественно, все ошибки, чеки, наклоны там и прочее, что... Ну, машина никуда не поедет, понятно по каким причинам. Нет переднего правого колеса. Мониторчик сенсорный. Блин, Стося, вовсю мелочь выгреб уже. А чё, больше нет никаких ништяков? Нет. Инструкция от... Что это такое? Зубная щётка? Мультиметр. Думаешь? Ну, напряжение мерить. Ну, вот, видишь, что это абсолютно... Да, 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 тестер. Какой-то поддончик. Журнал с купонами. Давай так, за 15 тысяч миль машину не засрали, нет никаких вещей, которые могли бы нам быть интересны. Вот пока самая крутая находка у нас была в Дордж-Рам. Хороший, приятный городской внедорожник за адекватные деньги. Я скажу, быстрее бы это всё собрать. И продать, и денег заработать. И продать, и денег заработать. Чтобы купить что-то опять. Я тоже считаю, что нужно эту машину просто быстрее собрать и продать. Коллега? Коллега? Я в отличие от вас... Коллега? Короче, эти два автомобиля остаются здесь. К сожалению, сегодня очень плохая погода, очень холодно, была гроза, был дождик. И таможня какое-то время не работала. Грузчики сказали, под таким дождём работать невозможно. Доставать из контейнера в тачке. Завтра придут ещё два автомобиля. Но, сразу предупреждаю. Если будет хреновая погода, то следующим кадром вы увидите сразу четыре наших автомобиля уже в сервисе. Погнали! Машины, которые мы должны были встретить в Гюмри, ещё одни контейнеры, были скрыты, были растаможены. И мы уже подумали, что нет смысла туда ехать, поэтому встречайте их здесь. Один всего автомобиль, а не два. Потому что второй застрял на границе с Грузией, потому что там какой-то лютый град. И вы всё думаете, что американца до американца вывозим. Дорогие друзья, добро пожаловать. Чистокровный немец. Давайте я перебивку сниму. Всё, брат, снимай, я их отвлекаю. Визуально всё стоит на своих местах, кроме вот здесь вот уголочка бампера. Но по факту удар был. Стас, вам слово. Понизу. Такой радиатор, да, не целый. Аптер-куллер, он вместо усилителя бампера идёт. Это вообще незначительный удар она получила. А типа вот это считается у них, типа, подсписание машины. Безопасность у автомобиля целая. Подсписание, Карл! И это RS3 2000. 18-го года. Я вообще думал, 19-го. У нас ещё один 19-го. А, всё, спалил пиз... Ладно, продолжаем, делаем, что ничего нет. Кстати, у неё очень много тюнинга. Дум-пайпы, катушки, ингредиенты. Короче, вообще очень много тюнинга. Давайте составим... Господи, это сейчас посадка, как... Как говорится, мем вот это после девушки сел в машину сразу. Ах, шо за нах. What is it? Как? How? За 16 тысяч миль? Обусрать. Ауди. Щит. Ауди. И защит он за борт. Тут вокруг руля какой-то песок вообще непонятный. А это всё в говне. Какие-то салфетки, какие-то бумажки. Если меня смотрят сервисмены, которые настраивали этот автомобиль перед гонкой, а именно Марк, Джезус и Рэймон. Дорогие друзья, найдите, пожалуйста, владельца этого автомобиля и дайте ему по шапке. И в следующий раз скажи. Вошь, ё, кар, плиз. Мазефаку. You fucking shitable. Иди на... Как, смотри, вот у чувака лежат какие-то бумажки непонятные, клеющиеся. Какие-то чеки непонятные. Вот что воняет. Я думаю, откуда запах? Вонючка американская. То есть вонючку он пользовался, а машину помыть он не мог. Но тут в основном с машиной приехал мусор. Мы тут не контейнер открыли, а автомобиль разобрали. А вот тут ещё что-то есть. Ой, извини, пожалуйста. Ничего не повреждено по салону. Просто всё такое грязное, как будто он с открытыми окнами ездил. Я не знаю, сколько времени. Где Американ бой? Американ бой, я ты с тобой. И про этот автомобиль я тоже скажу, что вы его увидите тогда, когда он будет готов. Я вам всё расскажу. Пожалуйста, потерпите чуть-чуть по поводу подготовки тачок. Потому что такой потом парад устроим. Это будет межгалактический сверх. Там вот это вот всё, что любят говорить. Всё на свете уровень. Вы просто охренеете. И сегодня утром, пока мы занимались своими делами, Стас поехал и купил колёса на наш Explorer. Но самый главный вопрос. Что вот с этим автомобилем, который мы встретили? Потому что это моя любимица. Это моё всё. Это, блин, мать его, галазиатор вообще. Машина получила удар по низу. Как думаешь, сложная работа? Ну, сложная. Чуть-чуть сложновато, но с зеленью. Проблем не будет. О, кто-то в какашку не вступил. Марат, это не ты был, кстати? Да, это был ты. Блядь. Почему не подходи сюда, Марат? Да ладно, чего ты? Не-не-не-не. Куда ты? Мы в Армению машины возим, а Марат говно. Не-не, Марат, иди. Ты, кстати, рукав ещё испачкал. Как так? Да ё-моё. Ты только приехал в сервис, весь в говне. Там в прямом смысле, тут в перенос. Смотри, Марат? А что-то было. Я хлопнул. А это, кстати, наши новые колёса на Эксплорер. К сожалению, это Воссена. Стиль не очень хороший у них. Но, поверьте мне, это лучшее, что есть в Ереване. За эти деньги. Получается, гладиатор будет готов через неделю. Но если мы сейчас выпьем, он будет готов через 4 дня. Пей. Сокращай. Пей. Короче, человек путешествует и ездит по всей стране. И сейчас ему подготовят машину, он поедет в Байкал. По Байкал? Да. Я путешественник. Я путешественник. Я путешественник перед богами. В 1929 году он на Цитроине со своим другом. На простом, в том Цитроине. Они проехали весь мир и поехали до Гималая. Ого. Я предлагаю, на самом деле, посмотреть его машину. Чтобы он мог красивый грузовик, нормальный. Подожди, это его машина? Да. Он на ней путешествует? Да. Это бреймак? Но это считается большой грузовик. Большой грузовик, да. Но внутри, да, у него не было и лебедки, у него не было бамбера перед мавиатом. Это все ты поставил? Ну, все поставили. 4х4к там человек приехал, ему уже лебедку воткнули. Получается, человек путешествует на этом огромном грузовике 3 года. Он фактически здесь живет. Здесь все такое прям деревянная механическая коробка передач. То есть это такая, в принципе, простая машина. Еще смотри, сидуха как делает. Видишь, я сажусь. Она поднимается, опускается на кочках. То есть тебя так сильно не болтает и не долбит. Потому что тут прям как у настоящего фуриона все это происходит. Климат-контроль. Есть еще вот такой навигатор. Сразу видно, как человек им пользуется. Потому что видишь, что ты только кружочек, палочки, что-то сбросил. Тут что-то вбил, настроил. Это ты сам сделал? Сам сделал. Все, это... Я так понял, из подручных материалов. Просто в подарок. Просто да. Вот так делается. Это поднимается. Сюда. Это открывается. То есть подожди, это ты сводил сам все? Сам, сам. И секунду, получается, что ты вот эту пристройку вот отсек. Вот здесь ты удлинил. Да, чуть-чуть подлинили. Здесь можно готовить. Здесь духовка, газ. И все работает на дизеле. Это открывается вот прямо так. Вот смотри, вот так открывается, чтобы газы выходили. А, вытечка. Вытечка, смациально, да. Блин, прикольно. Круто. Приходите в мой дом. Мои двери открыты. Это замбузин. Да. Это мой первый имя. Завозин. Завозин Гриша. Завозин – это твоя семья. Фамилия. 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 Это супер-кар из России. Да, супер-кар из России. И мы сделаем эту машину. Да. Кэшер-машин. Это я. Это ты? Да. Супер-кар из России. Рейсинг-кар. 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 Но этот машин очень, очень, очень хороший шасси. Шасси. Рейсинг-кар. Да, очень хороший. Да. Один из моих машин. Да. И этот кадиллок. Из Москвы. Из Москвы. Ха-ха-ха. Это шасси-кар. Это шасси-кар. Шасси-кар? Да. Почему? Потому что ты только можешь идти прямо. Ты путешествуешь в этот мир? Какие годы? Сколько лет? Да. Нет. Какие годы ты путешествуешь? 75. Да. Что, 75 лет путешествуешь? Да, он родился, он путешественник. Сразу в путешествии? Сразу в путешествии. Он родился по дороге в Китай. И сразу в путешествии. И сразу вот так, туда, сюда, туда, сюда. Он ни разу не был в одном месте, ну, я не знал, много, я не знал. Офигеть. Мы видим мир в очень другом способе. Главное быть свободным, главное чувствовать себя комфортно. Главное, дорогие друзья, знать, кто ты есть на самом деле и быть собой. Все, на этом я предлагаю закончить. Окей, спасибо. Спасибо. Из вашего интервью. Из моего сердца, не из интервью. Мне тоже интересно походить по Еревану, по авторынкам, выбирать автомобили, так сказать, на ход ноги просто что-то купить, просто вот любой автомобиль, и он будет таки выгодный. И честно сказать, я даже не стал гулять по рынкам, я пошел к нашему старому знакомому. Айк, тебе привет. Приобретение здесь делся, а? Гул такой небольшой стоит, но громче всех разговаривает Айк. Посмотрите, кто у нас гостя. Завозник приехал, блин. Привет. Привет. Мы вас отвлекать не будем, ты как закончишь, подходи. А мы уже закончили, мы показали, какие тачки уезжают, и сейчас уже пойдем с тобой кофе пить. Пойдем. За какой тачки приехал Завозник, сколько бабла он хочет заработать. Айк все сказал, правда, на свою камеру, ну ладно, пойдем. Хотим еще. Хотим еще? Чего? Ну, там машинку какую-нибудь, чтобы до Чикаго туда и обратно, можно? Пойдем вот лошадку посмотрим. Пойдем, пойдем. 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 Зачем стул? У нас сразу все с хода с летом. Чуток баранька и вот эта тачка была бы твоя. Хелленджер вот этот? Не битый, целый вес. 26 тысяч пробег. А сегодня курс какой? 72, да? Ну, мне выйдет 79, наверное. Рассказываю Грише, а запоминайте вы. Идете в связной, находите армянина здесь, переводите ему до 4000 долларов и курс будет 74. Ну, а это про сигареты. Первая тачка Альфа Ромео Джулия. Тебе не кормят. Помогите мне. Вот тебе зарплата, вот тебе две зарплаты на год вперед. это зарплата марата пробег внимание 11000 километров резина салона новая ладно что было-то старш-топ заменил типа не запускалась генератор на старш-топ все ты посмотри изучи я по цене не буду на камеру говорить хочу дорого а могу уступить эта машина я знаком очень хорошо в москве есть такая одна красивая очень хорошая одна на всю москву а у тебя нету да такой нет москве их несколько причем есть же еще квадрофолио квадрофолио это очень дешево что вы понимали вот это слово которое произношу квадрофолио это топовая версия альфа ромео джулия я так прикольненько машина работает ровненько улочка такая приятно пробег 12000 километров это абсолютно новая тач но у нас такие машины в россии стоит очень дорого поэтому я никогда не рассматривал покупки но вот если купить дешево в целом можно и поездить все таки альфа ромау не так она выглядит вообще максимально приятно здесь мятинка есть небольшого альфа ромау джулия сколько денег а там и закатом поговорить ну-ка сейчас опусти чуть-чуть мне 40 тебе отдам за 36 фуя не возьми следующая машина его не устроила цена которую я назвал по низу рынка посмотрим что он к таку раз машину в россии за сколько мне идет 3 миллиона на пробег 32000 запрет ой запретом 3 миллиона а я просил 2 миллиона 880 5 минут назад больше нет он спалился хотел как лучше получилось как всегда вот эта машина не битая но пробег по 300 toyota corolla какая-нибудь да руж есть он чуть-чуть другой тоже да да американская версия да а сколько денег ну там цена есть я 3000 уберу может быть тачка x-trail стоит посмотрю новый 22 года от 2 500 но это не существующая машина короче на двухлитровые моторы такие тачки начинаются от этой цены но при этом у нас мотор лучше пробег меньше не понял а там где лучше здесь у нас я думал там у нас все и завозим у нас в армении все и он уже стал местным уже хорошо что такое chevrolet malibu это средний класс эконом-класс брат кожаный салон большой монитор а бесключевой доступ ну короче такие приколюхи имеют 12000 долларов это очень дешево в целом тачка напичкана она как бы американская и китайская она как бы твердая сбитая надежная наверное типа как вот обычная американская топорная машина но вот эти кузовные элементы лишь потом хрен где найдешь если попадешь я с тобой согласен тебе нужно будет как пользователю как владельцу этого автомобиля заказывать их откуда-то потому что в наличии скорее всего их не будет миллион двести ты получаешь шестнадцатый год кожа рожа либо ты идешь покупаешь соляриса гнилого перегнилого пустышку до запчасти на него полно но комфорта не получается конечно сиду на тот же самый карнивал но это тебе не ликвидно он не бюджетная машина 27000 долларов не видно тебе камера портроники это все имеет но машина не бита вот получила в этом состоянии был механический дефект замена бензонасоса слушай ну такой карнивал можно кстати как бы его техничку нам купить вот это вообще прикол что по законам штатов всегда должна быть камера заднего вида в машине вот от пятнадцатого года выплат какой вот кстати вот как раз это первая машина в которой видите какой маленький мониторчик и здесь стоит камера заднего вида сиденье сейчас вот-вот разъедется вот это я не заметил все это завтра же едет к обивщику это меняется 3 ряда сидений маршрутка сел поехал в любую вообще . в екб вот я бы на томата еще 33 прет только так сидишь в развал я вообще с кайфом сижу и за мной еще точно так же я сяду 33 менял так 27 тысяч долларов да ну вот у нас первого досках объявления вот смотрю на дроме 22 500 2 700 а эта машина стоит 2100 в эту цену я отдаю под ключ то есть она за 2100 будет уже на учете да в россии на российских номерах российских номера до 2100 значит в принципе приложение устраивает осталось сойтись в цене при этом гарантию даю крашеных деталей нету вот эту тему если увидишь это на американских машинах первая страховка считается а вот эти вот полосочки делают да что потом когда машину красили эти полоски нужно будет убирать совершенно верно то есть значит вот это что она в родной краски в родной краски а че зачем за это полно 1.6 полный привод у нас такие есть в россии уже сколько такая машина денег стоит так хотим здесь на месте 22000 зеленых а ты можешь заблюрить когда он не уступит написано просто там будет один большой блюр не уступили гады но вот этот типичный представитель среднего класса сел и ты чувствуешь этот запах многие поймут каршеринга что-то такое типа вот хоть на автомате на том спасибо и камера заднего вида и подогрев в жопу и bluetooth есть еще полный привод а две сим-карты есть и антенна такая как китайских айфонов вот так в космосе сейчас устроим карплей есть серьезно карплей кстати тему когда-нибудь куплюсь и тачку с карплеем обязательно а в этом есть карплей нет конечно там же мониторчик вот такой шестерка пике что значит это знак шестерка пике вопрос какой хороший или плохой может быть мне купить черную машину шестерка пике что же это может значить черный надо что-то брать это черный только три машины сейчас найдем тебе я не сомневаюсь точно не подведешь я есть миллион шестьсот наверное рублей а мы сюда приехали для того чтобы снять наши машины которые приехали и нужно по пути вот так на ход на геймс я маратик поставлю на джонни гварлиус быстро почему хочешь тысяч за двенадцать тысяч на ночь с панорамой с панорамой с панорамой оптимум можно тени за 12-13 получается что старт рынку у нас на оптима 15 долларов это 12 есть какая-то не у меня нет его же если у кого-то есть до вещей ищет захожу на трон и смотрю сколько он стоит соната заходим на дрон посмотрим что у нас тут есть и оптима вот они поехали цены нормальная цена миллион девятьсот это уже 16 с чем-то тысяч долларов ну то есть оптима здесь выгодно купить я не знаю мне еще цену не озвучил заходите на дрон смотрите машину отнимаете от цены 5 тысяч долларов вот столько она стоит здесь примерно лайфхаки от рома а это уже другая рубрика этого рубрика лайфхаки от айка берешь вин автомобиля вбиваешь и знаешь все что с ним был еще 8 1 тысяч 21 умножаем на 80 это миллион 680 до может быть такое да может плюс 100000 миллион 780 плюс доставка до москвы 700 то есть вот этот challenger вот в таком состоянии в москве человеку встанет в миллион восемьсот тридцать пять плюс отремонтировать его 250 запчасти плюс безопасность получается 2100 заходим на дрон и смотрим первую цену машина это у нас 3619 2950 то есть минимум зазор до рынка минимум 840 тысяч рублей но ты же можешь машина еще купить здесь в ереване они зазор до рынка будет чуть меньше зато быстро я прилетел а их машину за день на учет поставил за день за два все я поехал обратно четыре дня 400000 кармане мне кажется логично вот это да вот он пошел прогресс понимаешь вот а их играет сейчас на аукционе я уже очень хорошо знаю это музыку мы через все это прошли а мы это не снимали когда заказывали наши машины просто для вашего понимания как это работает вот смотри вот здесь вот цена ставка сейчас такая идет и дальше ты либо повышаешь либо не повышаешь вот фотография машины все описание но участие бонусное время тут смотри мне сколько аукционов открыто вот открыто а вот открыто и она везде говорит но что-то еще трогано подверждение моя игра моя игра она мне принадлежит не просто понажимал кнопочку типа выиграл машину а если ты и выиграл не оплатил тебе накладывается штраф нужно воплотить там несколько тысяч долларов то есть тут тут все серьезно на самом деле это кажется весело и это весело но серьезно короче собрались сейчас походу нашли экземпляр ты сначала посмотри я уже считал сколько у тебя денег я прикинь бюджет влазит сейчас там тысяч тридцать будет короче серёжа вступи сильно по-русски так сказать по-братски мы русские чем мы на джули поедем дороги поэтому на дорогих машинах следующая остановка какой-то автомобиль слушай но выглядит выглядит бодро фары максимально комплектации стоят проекция и 360 это самый жир короче встречайте у нас таких маст нет у меня дистроник есть быть такого не может быть а в значке наверно вот здесь дистроник такое только в ультралухарь тачках есть то есть если ты там залип в телефоне едешь и машина рассчитывает скорость что ты сейчас кого-нибудь приедешь она сама затормозит она сама все сделала из-за тебя слушай она выглядит вот 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 такой взгляд у нее прям вообще очень мощный но больше мне понравилось когда мы подъезжали это ее задница выглядит опасно так типа она такая дерзкая немного да слушай сзади она тебе никакой машины не напоминают альфа ромео нет а еще какие какой гтр ferrari ff не напоминает не напоминает чем-то вот вы зашел обратно вот выйдешь из этого чат ну ладно я пошел первый день на работе и такая обрати внимание что это полный привод я на самом деле на самое главное что нужно обратить внимание что это тройка и в мази тройки ты получаешь кожаный салон музыка базе дистроник ты получаешь люк черный потолок черный салон кожа рожа и был карплей тоже есть да может быть это и будет моя первая тачка с apple карплеем короче здесь есть автохолк очень полезная функция прожимая педаль тормоза до конца и отпускаю ее все и машина никуда не едет она стоит на месте и только после того как я нажму на нее еще раз или нажму газ я начну двигаться это очень полезная функция вот есть все таки разница между американскими машинами и не американским потому что мустанг салоне был такой жесткий брутальный сидишь здесь тебе комфортно скажи ну конечно ну типа вот тебе кондиционерчик вот тебе bluetooth apple карплей люк автохолк я не знаю что мультимедия мультимедия кстати работает очень быстро не конечно приятнее мустанг он больше такое но он привлекательный внешне да да но вот поскольку мы уже старые нам вот такую машину можно типа комфортненько и в москву и пачки смотри я уже нашел ее в этом что с ней было стояла докатка не было фар и снят бампер либо бампером что-то прикрыли блин это прикольненько держи вот так вот раз и пробил короче подвожу итог по этому mazda mazda 3 это хорошая машина ее можно купить но ее можно купить себе я сейчас поспрашиваю своих ребят кому-нибудь ну с вами попереписываю с кем-то кому нужна хорошая машина может быть мы ее тоже зацепим кто хочет себе ее купить заработать на этой машине как бы можно но так немножечко и в принципе жалко потому что это хорошая машина для себя целый день искали автомобиля уже стемнело и вот этот момент настал мы нашли заветную тачку позвонил айк и сказал что эта машина была его его тире его знакомого как-то общее не понял не совсем понял и в общем договорились так что он готов этот автомобиль отдать дешевле потому что ему реально было уже жалко на нас смотреть потому что мы целый день бегали искали какой-то автомобиль встречайте такого никто не ожидал это mazda тройка когда нибудь куплюсь и тачку с карплеем обязательно знак шестер копейки может быть мне купить черную машину цена этого автомобиля миллион триста восемьдесят тысяч рублей и вот получилось так что целый день искали какие-то варианты все равно таки он помог найти нам тачку еще и цену приятную сделал почему я смог тебе по этой цене дать на кнопочку и она в наукционах сам нажимал сам пригнал поэтому мне нормально поверьте даже в эту цену я зарабатываю но я на самом деле в шоке от того какие здесь цены по сей день просто серьезно оставлять человека ни с чем по итогу это хуёво человек должен получить то ради чего он все это делал компания моя заказывайте нет проблем в следующий раз будешь звонить и будем заказывать партиями с америки я к тебе еще вернусь все спасибо тебе большое все ключи держи вот mazda 3 короче сейчас мы пофоткаемся денежки заплатим его вы все знаете чуть позже ну а сейчас мы готовимся к самому главному событию связано с автомобилями которые из штатов приезжают к нам сюда транспортировка этих автомобилей в россию и нам в этом поможет маленький скажем дружок ребята через несколько дней они получат документы на перевозку груза для этой фуры и начнут загружать наши автомобили сюда к сожалению нас здесь в этот момент не будет а мы с вами будем ее разбирать уже в москве доставать оттуда машины для того чтобы отремонтировать помыть и продать и через полчаса мы уже отправимся в сторону аэропорта для того чтобы нашего замечательного оператора отправить домой для того чтобы он начал монтировать этот ролик тем временем я на этой мазде 3 отправлюсь в москву если у меня что-то случится я подсниму это на телефон марат готов всегда готов маратик стартует монтировать эту серию я стартую в москву на мазде встретимся в москве короче не без приключений а потому что ехал сейчас большой скорости и ветер очень сильный в ростове и короче а дан мне оторвалась защитка вот это нет ни одного сервиса кроме внимание дорогие друзья грузового сервиса вот здесь вот у нас ремонтируются фуры и ребята любезно за что огромное спасибо можно 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 рук руку пожать можете тоже руку пожать спасибо ребят с момента когда я приехал в москву прошло четыре дня уже но машина прошла лабораторию ждал пока придут документы короче я припарковал возле дома и я с утра выхожу гулять собакой не знаете что я смотрю стоят сотрудники и сказали что они первой жизни видят эти номера и за это они хотели эвакуировать автомобили я считаю что это не моя проблема что они не знают какие номера представляете какое мое удивление было я вчера в час ночи возвращаюсь домой и это пяти утра пытался понять где мазда потому что ее не оказалось возле дома а вы представьте какой геморрой забрать тачку на иностранных номерах за штрафстоянки я прихожу в отделение мне говорят стс я говорю какая птс я говорю откуда они говорят а чё у тебя есть я говорю у меня есть дкп на армянском это на армянском языке я говорю вам пойдет не пойдет это видео должно быть познавательно еще для сотрудников гибдд если вы видите вот такие вот номера как у нас не надо трогать машины с ними все в порядке будьте уверены просто это после наших роликов ребята поехали покупать армянские тачки есть ощущение как будто с тюрьмы выходит машина ну все свободен можно ехать они помыли там что ли приятно но нет она мне чистая была ведь что могло пойти не так вопрос пока мы ехали на учет ставить и вчера еще раз эвакуировали я вчера забрал машину со штрафстоянки припарковал ее правильно дай даже наклейки не снимался штрафстоянки и опять вывезли за то что она на иностранных номерах mazda в предыдущий раз стояла вот здесь вот на вот этом самом месте и сегодня mazda забрали вот с этого самого места потому что она на иностранных номерах а закон они решили приписать то что автомобиля должны быть припаркованы не вот так а параллельно тротуару вот значит наша мазочка и все еще с этими наклейками специально не снимал для того чтобы сегодня поставить машину на учет давайте больше наклеить можно сразу я не могу тоже интересная информация для всех из ваячков тебе не обязательно в гибдд ставить тачку на учет и можешь ехать в фс просто в бейт даже называется многофункциональный центр можешь прийти поставить тачку на учет здесь по сути все то же самое только очередей нет и таких много центров а я же тебе говорил от имя то аскал бы чудо это не вас вот стс на нашу mazda понимаете когда второй раз получаешь документы на автомобиль который растаможен за 100 тысяч рублей просто радуется душа прям хочется улыбаться я очень надеюсь что номера будут красивые но номера у нас к сожалению и вот и 538 ну и столько машин будем ставить на учет что авось и выпадет что кстати да и даже в этом подумал вдруг выпадет смотри мне кажется издали прям вот я думаю на бок надо вот так нет под пару под правы вот с этого ракурса это вообще ланс ну да ладно херня какая-то давай клеить а даже есть стяжки тачки еще блять стяжки у гриши остались вчера отковыривали сегодня новое появилось мы подумали на самом деле смотри если ты паркуешься на 2 секунды но тебе надо выйти в магазин но ты можешь открыть багажник и твои номера никто не спалит то есть тебе не оштрафуют за парковку не понял слышишь умник что-то сделал тут дырки есть но дырки слишком большие у нас с передним да номера мы все-таки уже все прилепили уже все в порядке стемнело нужно выпускать уже серию потому что вы очень долго ждете время час пятьдесят три 31 мая и скорее всего в этот ролик увидеть 31 мая ну возможно первого но короче совершенно скоро выходит и вот счастливый обладатель будем обниматься я не ожидал такого от mazda 3 вообще сам в принципе от mazda такого не ожидают до от любой думаю что погремушка какая-то она такая прям вся типо даже не понимаешь что в мазду садишься как будто в майбахе только подлиннее бы было чуть-чуть до места побольше было рассказывать что было короче мы ехали забрать машину у племянника я еду смотрю твои истории и смотрю mazda ну дай все-таки попробую написать вдруг повезет я пишу 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 20 минут проходит думаю ну и ладно хрен с ним мы из тоннеля выезжаем смотрю номер крисло думаю ну все есть это кстати ответ на вопрос вот люди мне пишут как тебе дописаться ребят у меня в инстаграме очень-очень-очень много запросов когда вставляю тачки просто я не отвечаю в инстаграме там ничего не переписли просто номер если человек первого не звонит дальше это для меня какой-то рандом один миллион восемьсот пятьдесят тысяч рублей но я скажу так что это еще не все потому что я выставил тачку на продажу еще неделю назад мне написал человек когда увидел мазду захотел ее купить с волгограда и отправила мне задаток сто пятьдесят тысяч рублей человек не смог там собрать сумму очень расстроился поэтому этот задаток мы тоже сюда плюсуем поэтому формально мазду мы продали не за один миллион восемьсот пятьдесят тысяч рублей а за два миллиона рублей ребят я не учитываю топливопроживание потому что машину можно доставлять разными путями и живут все по-разному кто-то там более дешевых коктейлях кто-то в дорогих учитываю конкретно автомобиль и растаможку так все деньги посчитали миллион восемьсот пятьдесят есть стс к есть его знаешь чувствуешь себя немножко голым когда птс кинет да ну потому что она электронная ключ торжественно вручаю кнопки сбоку все ключ даст бокс видимся по-любому номер телефона есть теперь возможно еще очень купит у нас по-любому пока пока я сейчас ложусь спать утром я буду уже в армении и получается что на данный момент мне не на чем ездить но если вы думаете что это все ошибаетесь когда мы были в армении я не смог удержаться и мы купили еще один автомобиль и я боюсь представить сколько мы сможем на нем заработать продавая его по первой цене в россии но это уже совсем другая история нихуя жуя но на самом деле альфа рома джули сумасшедшая машина честно скажу шо сцена после титров конец ждите следующей серии подписывайтесь на канал обязательно ставим пальцы вверх потому что это что-то новое это какое-то сумасшествие конечно же жду вас в комментариях и я с каждой серии все больше и больше вам обещаю что буду объяснять что такое таможня за 100 тысяч рублей я буду привозить автомобиля все ваши вопросы пишите пожалуйста в наши соцсети который будет последним кадром всем пока пока а а а а а а а а Субтитры создавал DimaTorzok